Язык – это история народа, путь цивилизации и культуры. Так писал Александр Куплин. День же славянской письменности и культуры мы вспоминаем о тех далеких временах, начале формирования наследия, великого и могучего русского языка, когда два брата, Кирилл и Мефодий, создали славянскую азбуку. Праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, прошли во всех уголках нашего городского округа. Городские и сельские библиотеки подготовили интересные программы для своих гостей. Так и в Медвежьих озерах сельская библиотека совместно с Домом культуры организовали праздничные концерты и мастер-классы. В межпоселенческую центральную районную библиотеку входит 13 структурных подразделений, в том числе библиотеки в сельских поселениях. Поэтому, конечно, мы стараемся проводить мероприятия, так как мы сейчас единый городской округ, такие большие мероприятия мы проводим и на площадках сельских библиотек. Вот в этом году впервые этот праздник в таком масштабе проходит на территории Медвежьей озерского Дома культуры. В этот день в актовом зале не было свободных мест. Школьники, их родители, студенты Щелковского колледжа собрались вместе. На сцене артисты радовались своими яркими выступлениями. Но, конечно, в программе были не только творческие номера. Ребятам рассказали о Кирилле и Мефодии, о истории праздника. Славянский алгарит лег в основу многих языков. Поэтому европейцы тоже чествуют этот день. День славянской письменности и культуры в 2019 году будет отмечаться в нашей стране уже в 33 раз. Наш родной русский язык, такой красивый и богатый. Конечно, с течением времени он меняется. Появляются новые, современные слова и выражения. Однако все мы обязаны помнить о своих истоках и о культуре родной страны. Ой, ты, Русь страдальная, письмоя печальная. Анна Бальет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова